Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о петунии. Как добиться длительного и пышного цветения. Петуния я выращиваю через рассаду, проводя ранний посел в феврале или марте. Высаживаю рассаду петунии в конце мая-начале июня, когда минует угроза заморозков. Чтобы петуния обильно цвела все лето, высадку рассады и дальнейший уход провожу по следующим правилам. Первое. Дать простор к корням. У петунии тонкие разветвленные корешки. У взрослых растений образуется довольно объемная корневая система. Поэтому при высадке рассады цветов в вазоны, балконные ящики нужно учитывать, что на одно растение должен быть засыпан объем земли не менее 3 литров, а лучше 5 литров. Таким образом в 10-литровый балконный ящик можно посадить 2 или 3 растения, не более. Если посадки загустить, вскоре растения начнут угнетать друг друга и цветение ослабеет. Для посадки крупных каскадных или ампельных сортов петунии требуется земли объемом не менее 10 литров, чтобы растения показали всю силу своего цветения. Второе правило. Качественная земля. Залог быстрого и здорового развития корневой системы. Петунии необходим рыхлый воздухопроницаемый субстрат, который не будет уплотняться после частых поливов, способны одновременно пропускать излишки воды и сохранять влагу. Чтобы этого добиться, садовую землю смешивают с торфом и перегноем в соотношении 3-2-1. Также в землю для посадки петунии полезно добавить немного древесной золы. Третье правило. Полив петунии нужен регулярный. Этот цветок не терпит пересыхания земли, а при нехватке влаги ослабевает цветение и рост новых побегов. Петунию, растущую в озонах и балконных ящиков под навесом, в жаркую погоду поливаю обильно каждый день или через день. Если в емкости после утреннего полива земля просохла, то можно повторить полив вечером. Переувлажнение и застое воды в земле петуния не выносит, поэтому обязательно в озонах и балконных ящиках должны быть дренажные отверстия. И первым слоем засыпан керамзит. Поливать петунию нужно под корень, чтобы вода не попадала на цветы, так как они сразу испортятся. Метод дождевания для этих цветов не подходит. Вода для полива должна быть той же температуры, что и температура воздуха. И самое главное регулярные подкормки. Они необходимы для поддержания ее цветения все лето. Только при хорошем питании растения будут усыпаны яркими крупными цветами. Для подкормки петунии использую комплексные удобрения для цветущих растений, в которых преобладает фосфор и калий, но и присутствует небольшая доза азота. Также петунии необходимы микроэлементы, особенно железо, при дефиците которого у петунии начинается хлороз или пожелтение листвы. За сезон 3-4 раза рекомендую подкормить петунию хелатом железа или жидким удобрением феровит. Петуния любит некорневые подкормки или опрыскивание по листьям слабым раствором комплексного удобрения. Усиливается цветение петунии после опрыскивания с монофосфатом калия. Я чередую вне корневые подкормки с корневыми. Также перед посадкой в почву можно положить удобрение пролонгированного действия. Другими словами, долгоиграющие удобрения. Тогда удобрять петунию можно реже или вовсе прекратить, если удобрение качественное. Спасибо вам за просмотр! Надеюсь, информация была полезной. Напишите, пожалуйста, а как вы добиваетесь пышного цветения? Всего доброго! До свидания!